На прошедшей 19 октября внеочередной сессии Горсовета депутатским большинством было принято решение, уже получившее среди общественников название «Афера года». Речь идет о покупке полуразрушенного здания завода «Краян» за баснословные 185 миллионов гривен. Впрочем, это не первый случай, когда из городского бюджета мэрия выделяет огромные средства на весьма сомнительные проекты. Так, на последней очередной сессии Горсовета было принято решение о покупке у несуществующего предприятия аэропорта «Застава» нежилых зданий на сумму более 146 миллионов. Подробнее в нашем сюжете. На внеочередной сессии Горсовета, как известно, было принято решение о покупке за бюджетные деньги полуразрушенного здания завода «Краян» под благовидным предлогом переселения в него многочисленной армии чиновников мэрии. Все бы ничего, да только вбухать сей проект предполагается ни много ни мало – 185 миллионов гривен. Одесские общественники уже называют сей-прожект «Аферой года». Меньше года тому назад эти два здания были куплены примерно по цене 3,8 миллиона гривен. На прошлой неделе Одесский городской совет дал согласие на покупку этих же двух зданий, но уже по совсем другой цене – 185 миллионов гривен. То есть около 180 миллионов гривен кто-то положил себе в карман. История перехода «Краяна» в частные руки весьма витиеват. В 2015 году два здания, которые сейчас и хочет купить Горсовет, были куплены за весьма символическую цену – всего каких-то 3,8 миллиона гривен. И в том же году они были перепроданы другому юрлицу уже за 11,8 миллиона. Из чего вдруг нарисовалась грандиозная цифра в 185 миллионов – до сих пор непонятно даже ряду депутатов городского совета. На первый взгляд данная сделка имеет все признаки эффективности. То, о чем мы говорим, поясню свою мысль. Значит, предприятие, которое является продавцом данного здания, оно было зарегистрировано 25 августа. Уже на следующий день, 26 августа, по договору купли-продажи, стало владельцем данных помещений на территории «Краяна». Как сообщают одесские интернет-издания, в июне 2016-го директор «Брок бизнес консалт», та самая компания, производившая оценку зданий, был приговорен к двум годам заключения за нарушение механизмов оценки товаров, необоснованно занижая их цену на 90%. Нас смутило то, что оценка данного объекта недвижимости была произведена предприятием «Брок бизнес консалт». Это предприятие фигурирует в списке восьми предприятий, которые, по данным фонда госимущества, собираются лишить лицензии за намеренное занижение оценочной стоимости на госзакупках. И вот конкретно, возвращаясь к «Брок бизнес консалт», вот в августе месяце директор был осужден именно за занижение оценочной стоимости. Получается, всего за год кто-то обокрал громаду как минимум дважды. Впервые, когда год назад купили у государства здание завода по максимально заниженной цене, и во второй раз, когда собираются продать это здание громаде назад, но уже за 185 миллионов, как говорится, почувствуете разницу, идущую в чей-то карман. Это достаточно частая схема, когда сначала обанкрачивается государственное предприятие, его выкупают за копейки, а потом имущество этого государственного предприятия перепродают уже по намного большей цене. Но это одна из немногих ситуаций, когда тем, кто перекупает у таких нечистоплотных бизнесменов, является городской совет. То есть обычно перепродают каким-то предпринимателям. А в нашей ситуации Одесский городской совет, вместо того, чтобы купить эти здания год назад за 3,8 миллиона, хотя он мог это сделать свободно на открытом аукционе, они даже прождали год, и теперь выкупают за 185 миллионов, ну чем наносит огромный ущерб нашему бюджету. Как уверяют общественники, необходимо разобраться с фирмами-прокладками, которые были образованы для реализации этой коррупционной схемы. Их, к слову, связывают с настоящими специалистами-педерибану, дубовым и галантерником. И в этом случае несложно понять мотивацию Геннадия Леонидовича для покупки здания по завышенной цене. Ведь СМИ называют галантерника одним из основных спонсоров Труханова, а долги надо возвращать. Вообще-то доказать присутствие галантерника очень сложно, потому что он очень хорошо прячет свои следы, он их не оставляет ни в реестрах, ни на допумагах. Но по инсайду, по той информации, которая есть изнутри среды, значит, банкротством предприятия занимался депутат Дубовой, а потом уже летом он перепродал это фирмам «Галантерник». А уже «Галантерник», имея влияние на Геннадия Труханова, теперь пытается продать это за намного большую сумму Одесскому городскому совету. К тому же у Геннадия Леонидовича есть и свой интерес. Освобожденный от управления здания в центре города, можно неплохо, в смысле, за копейки. Сначала сдать в аренду за копейки с последующим выкупом, за копейки некими мифическими общественными организациями, созданными как раз для этой цели. По похожей схеме город, то есть мы с вами купим у несуществующего уже давно предприятия под названием «Аэропорт-Застава» полуразрушенные административные здания и тоже под благовидным предлогом расширения западного кладбища. На все про все более 146 миллионов. По данным геокадастра, открывая карту, которая находится в публичном доступе, действительно, эта земля не находится в частной собственности, эта земля находится в коммунальной собственности. И якобы за цену 146 миллионов Горсовет выкупает остатки разрушенных зданий. Опять-таки, является ли эта сделка целесообразной? Это огромные деньги. Но я еще раз говорю, в городе Одессе на сегодняшний момент тут той экономической ситуации, но я их не видел. Кстати, нужно собраться нам депутатом, наверное, и поехать туда. Я думаю, что неплохо было бы и журналистам посмотреть на эти здания, которые или уже купили, или должны купить, подписав договор купли-продажи городские власти. Напомним историю. В апреле градостроительный совет при управлении архитектурой Одесской мэрии утвердил схему раздела территории бывшего аэропорта «Застава» в районе двух столбов. Землю аэропорта решили поделить между западным кладбищем, рынком и новым биопарком. Если говорить о второй «Заставе», то возникает вопрос. Почему мы покупаем это имущество? Почему мы не разбираемся? На каком основании это имущество появилось у этих людей? Что это вообще за люди? То есть называются различные фамилии. В октябре, непосредственно перед принятием решения о покупке 60 соток территории аэропорта, все еще принадлежащих ООО авиакомпании «Одесса», она внезапно сменила владельца. Как пишет интернет-издание «Одесса-репорт», новым владельцем ООО стал некто Андрей Вирченко, который и продал 60 соток земли Одесскому гурсовету почти за 150 миллионов. Впрочем, Вирченко считается человеком известного одесского бизнесмена Владимира Галантерника, давнего неофициального бизнес-партнера Геннадия Труханова. Об этом сообщает интернет-ресурс «Одесса-репорт». Заметьте, как и в случае с краяном, оценщики действуют явно в чьих-то интересах, либо занижая сумму, либо наоборот, поднимая ее до невиданных высот, а в чьих именно догадаться несложно. С выгодой для тех людей, которые, я так понимаю, помогли мэру города стать мэром в свое время и помогают ему до сих пор в управлении города. И мы видим, пожалуйста, 148 миллионов, 180 миллионов и так далее и тому подобное. Выгоду и от покупки краяногородом, и от покупки неких останков аэродромных зданий, которые никто, кстати, и в глаза не видел, сам город никакой не имеет. Это выгодно тем, кто имеет Одессу. Продолжаю деребанить по отработанным коррупционным схемам.